так привет ребятки еще можно взять с кузнецом поговорить да да бар что тебе нужно я немного знаю кузнечное дело хорошо и что могу я воспользоваться твоей кузнецей у меня много работы мы будем только мешать друг другу лучше дождись темноты тогда парлав и я пойдем спать и ты сможешь спокойно поработать помощь не нужна мне сейчас действительно не помешала бы чья-либо помощь нашим парням порой приходится отстреливаться от орков что бродит возле тарана а для этого нужны болты много болтов но поскольку замок окружен этими тварями то то я должен достать для вас болты я прав не перебивай меня болты я и сам могу сделать но для этого нужна сталь угадал пелиар по тебя попрал мальчишка ты вообще можешь дослушать до конца стали у меня полно к тому же я научился переплавлять оружие убитых паладинами орков и с ней теперь проблем особо нет мне нужен уголь его запасы в замке подходят к концу а мне необходимо каждый день чем-то растапливать свой горн и где же мне взять для тебя этот уголь откуда мне знать но думаю его можно поискать в старых рудных шахтах там должны были остаться огромные плавильные печи а для их разогрева обычно требуется просто невероятное количество угля понятно тогда загляну туда при случае так то лучше ты умеешь переплавлять оружие орков пришлось научиться иначе откуда паладином брать боеприпасы а меня можешь этому научить ну почему бы и нет но прежде ты должен будешь освоить процесс выплавки стали из железной руды без этих знаний я вряд ли смогу тебе помочь понимаю и еще кое-что в качестве платы за золото так хорошо так кашель его украсть есть по вероятности сто процентов отлично так теперь ты можешь сделать оружие для меня у меня нет времени на это андор распоряжается всем оружие как раб я кую арут так понятно короче говоря взяли квест на уголь так а этого чувака можно а покрасить для тебя сделать ой бляха хобби сработала о фух слава богу привет как дела ну а как по твоему я провел целый день заточильным кругом затачивая клинки а вчера энгур опять урезал наш паек если он будет продолжать в том же духе мы все помрем с голода или нас всех перебьют орки не самая радужная перспектива кто такой энгур энгур заведует провизии выдает пойти они становятся все меньше с каждой неделей конечно с ним можно договориться но только за золото и весьма недешево а ты не можешь позволить себе это за те гроши что нам платят я могу купить только пару реп где мне найти этого энгора в доме рыцарей так давайте попытаемся его бакра сейчас вот сохранимся может быть получится где конечно 46 процентов это да то маловато будет прямо скажем да и уже не прошел я понял но хорошо туда короче говоря погоним искать час энгора да в общем спарлов вам не судьба так кстати говоря бочки с водой тут нигде нету году блин у меня мой чувачок просто страшный водохлеб как оказывается да он пьет воду каждые три минуты и а вот кстати говоря вот мы нашли телепортацию наконец-то все отлично то есть телепорт в замок у нас есть это новость несомненно положительная кстати какой-то старый сундук и вроде бы тут рядом то ведь никого нету чтобы меня спалили да давайте попробуем начнем справа вправо влево влево так 20 болтов арбалета полученца 2 факела ну такое еще какой-то сундук блин чуваки тут настоящий кван дай как я посмотрю вроде бы тоже без свидетелей получится давайте попробуем начнем влево влево вправо 2 золотых две рыбы я понял тут конечно не шибко много что у нас там с опытом о 1000 2000 опыта даже 1400 короче говоря осталось там грубо говоря отлично отлично с опытом тоже дела неплохие так энгор энгор нам нужен еще доел стеря не помню сколько золота нужно будет для того чтобы выкупить горна да кстати он как не будет против если я это самое позабираю тут немножко вещичек а вроде бы не против ну и отлично но кстати молоко нужно о молоко отлично как раз нужно молоко для этого для того чтобы испечь пирог помните эй ах ты тот парень которому удалось пройти через проход да отлично я энгор я обеспечиваю эту экспедицию только не думай что можешь получить от меня что-нибудь бесплатно но если в твоих карманах позванивает золото мы всегда договоримся ты распределяешь пойти как я слышал это так а что мне теперь и тебя кормить придется если тебе что-то нужно тебе придется платить за это как и всем остальным может я смогу помочь тебе в твоей работе конечно почему нет мне не помешало бы помощь так что нужно сделать наши запасы продовольствия на исходе хуже всего что у нас почти не осталось мясо так что если сможешь раздобыть мясо сырое или приготовленная карака или колбасу я был бы очень благодарен ну как ты поможешь нам не волнуйся я принесу тебе мясо две дюжины кусков хватило бы чтобы накормить все эти голодные рты возвращайся когда у тебя будет это мясо а мне нужно работать я могу что так пока что у тебя там долго удав товарах у него конечно капец отмычки и стальные заготовки рецепт черный гор изготовление напитка ускорения из мяса хлор о сера серу точно покупаем еще у него есть эликсиры о рецепт эликсира ловкости из сердец ящеров так давайте продадим ему там мы нашли какой-то арбалет да вот арбалета полученца и болтов немножко по около 50 золотых нам нужно будет но я конечно в этом не уверен на все 100 придется нам наверно чуваки в итоге продавать какой-то свиток давайте сильное ранение продадим до будем надеяться что 500 золотых white потому что если нужно будет больше то мне придется продавать какие-то хорошие вещи а мне бы этого не хотелось ну в общем если что да у него можно там еще много найти хороших вещичек те же самые эликсиры лечения ну давайте до первым делом пока что пробьем по поводу гор на ситуацию ой так вот не туда иду да кстати тут еще есть чё полу паук покрасть помните тут реально очень много чего можно покрасить надо будет уже этим еще заняться не забыть стой ты кто такой вопрос не в том кто я такой откуда я пришел а пришел я через проход ты все еще хочешь остановить меня или может я все же пройду ну откуда же я мог знать конечно же ты можешь пройти спасибо ёбки спасибо то у вас сидеря печка сушки может на натуре сможем мясо блин нету выходит не в печке что ли делать или что в котле что ли его пирог варить и нему понять то что ингредиенты у нас вроде бы как все есть да братан ты посмотри на него да ты смотри на то придурка жесть так слушайте украсть можно что-нибудь 4 процента это капец а так ой так ладно котел меня за воростом поймали гениально я украл мед но тут только тоже да тут только похлебки компоты и супы а где ж варить пирог я чё-то не понял вернее печь пирог варить пирог говорю я думаю что в печке ладно сейчас будем разбираться да ребятки значит тут мы красть точно ничего не можем хотя тоже имею я по-моему взял банку меда они хотя до них меня на ней испарили да так может какой-то но можно будет взять а что ты сейчас готовишь что принесут то и готовлю выбирать не приходится если на то пошло у всего у меня получаются компоты в них я почти бог да простит меня и нас может тогда научишь меня их варить тебя а ты что разбираешься в готовке немного хотя ладно тут все равно почти нечем заняться так уж и быть научу но только не думай что даром за каждый рецепт я возьму с тебя не меньше 50 кусков магической руды золото мне тут ни к чему а вот руда совсем другое дело здесь она товар ходовой если ты понимаешь о чем я ну нихрена себе по 50 кусков за каждый рецепт чуваки это честно говоря жестоко я бы сказал были на поле бом туда учиться короче говоря добывать руду потому что когда мы будем ее добывать да мы время от времени будем добывать и магическую это я помню когда прошу версию возвращения и грауну конечно были 50 кусков это конечно капец хотя да мы еще пройдем этот квест с грузом руды да и мы по-моему кусков 200 получим если я не ошибаюсь так давайте посмотрим да вот компот из диких яхот 50 из листых 100 ну да полом и когда пройдем квест этот вот на груз суды мы получим около 200 еще можно попросить него чтобы он нам их сварил но это не интересно да хорошо так которого может им воспользоваться ты че конченая вот это вы реально конченые охереть я же по он даже не сохранился до или нет слава богу вроде бы сохранился ну да слава богу сохранился не на вообще-то бредятина конечно редчайшая да я с ним не говорила сюда реально это бредятина просто редчайшая честно я подофигевший немного да потому что ну куда да ты степишься котлом и тебя за это обвиняют в воровстве то есть я думаю хоть новая версия возвращения за тупорывый бах исправит но нифига она так и осталось даже нельзя пользоваться предметами здесь вообще не что даже надо было такой маразм сделать да я откуда ты взялся ты не из старателей и ты не один из моих людей так тоже я пришел через проход через проход ты действительно прошел там о и нас всемогущий что ты здесь делаешь я пришел от лорда хагена он хочет чтобы я представил ему доказательство присутствия здесь драконов так ты пришел чтобы получить эти доказательства и исчезнуть опять да именно на это я и рассчитывал так ему нужны доказательства он может получить их но я не могу отправить тебя назад к лорду хагену не предоставив ему информацию о руде послушай лорд хаген должен узнать все о ситуации здесь и о том сколько руды удалось нам добыть хорошо и что ты хочешь чтобы я сделал у нас здесь в долине три отряда старателей но я еще не получил от них ни одного куска руды посетив все три шахты и доложи мне сколько руды они добыли после этого я дам тебе письмо которое ты отнесешь лорду хаген ну хорошо похоже у меня нет выбора почему ты не отправил людей в старую шахту насколько мне известно в ней произошел обвал вряд ли мы сможем добывать там руду да и потом в той шахте наверняка сейчас полно нежити а я не собираюсь посылать своих людей на верную смерть у меня их и так мало есть еще шахта в новом лагере шахта в новом лагере еще одна а ты о ней не знал кажется один из заключенных говорил о чем-то похожем но я тогда не придал этому значения а зря свое время маги воды добывали в ней руду для своих экспериментов если это так то тогда пожалуй нам стоит проверить ее займись этим надо выяснить что сейчас этой шахтой и можно ли добывать там руду но почему именно я потому что ты знаешь как пробираться через ряды орков мои парни только зря отдадут свои жизни ведь тебе один раз уже удалось преодолеть все препятствия значит ты как нельзя лучше подходишь для этой работы где мне найти эти шахты вот возьми эту карту на ней показаны две области где находятся шахты если у тебя есть еще вопросы обратись к просева он расскажет все что тебе нужно знать о старателя я хочу чтобы ты освободил горна я не могу отпустить его он совершил слишком много преступлений и должен поплатиться за это могу я заплатить штраф за него это возможно но обойдется тебе очень недешево я хочу получить за горна тысячу золотых это огромная сумма вина горна тоже не маленькая принеси мне это золото и я освобожу его я встретил маркоса и что он может доложить сколько руды он добыл для нас четыре ящика он покинул шахту чтобы переправить руду в безопасное место теперь он охраняет эти ящики в небольшой долине за позициями орков он просит прислать подкрепление что всего четыре ящика и он покинул шахту черт как это все плохо и ему нужны еще люди что ж ладно я пошлю к нему двух человек погоди минутку есть еще одно дело в котором твоя помощь оказалась бы полезной и в чем она заключается когда мы направлялись в замку то разбились на три группы чтобы не привлекать к себе внимание орков первую группу возглавлял я командирами остальных двух были паладины альберт и венсель однако до сих пор о них ничего не было слышно я даже не знаю живо они или нет поэтому ты должен попытаться выяснить что стало с моими людьми ладно я сделаю все что в моих силах я очень надеюсь на тебя к описанном квестов понадобал на рехнуться можно до 1000 золотых блин для этого чувака капец немало конечно просят до целый штуцер ладно давайте пока что ореку доложим то что у нас там просили да так кошель опять-таки украсть невозможно то у меня есть известие для тебя что за известие твой брат мертв он погиб у прохода мой брат и нас подвергает меня суровым испытанием но он погиб как его слуга это новость стрела пронзившие мое сердце я буду искать новые силы в молитвах ты выглядишь немного подавленным неужели это так заметно более чем тебя что-то гложет да как сказать все бы ничего но как на зло в этом замке не оказалось ни одной статуи и носа и что с того это ведь замок рудных баронов и вряд ли они пеклись о своей душе как что я же паладин и каждый день должен возносить ему хвалу в своих молитвах все это наполняет мою душу стойкостью а тело силой а в этом проклятом замке не нашлось даже маленькой статуэтки нашего владыки вот тебе статуэтка инноса это действительно она нужно немедленно продолжить моление иначе нас отвернется от меня а извини благодарю тебя ты просто не представляешь как это важно для меня по тебе это и так видно капец вознаграждение вообще никакого не дал вот скотина такое до следующего уровня чуваки 700 опыта где-то осталось закачаешься так опять-таки ключ у него украсть нора невозможно надо я даже не буду пробовать наверное что ты можешь рассказать мне старателях я отправил все три отряда их возглавили маркос паджет и сильвестра группа маркоса пошла по направлению к старой шахте ее ведет старый рудокоп гримс другие две группы вышли вместе джерган один из наших разведчиков доложил что они разбили лагерь неподалеку от большой башни а с какой группы старателей пошел диего этот каторжник диего он с группой паладина сильвестро ты знаешь как добраться до этих шах через долину вообще нет безопасного пути но мне все же кажется что будет лучше избегать прямой дороги держись подальше от орков и лесов и до охранить тебя и нас так хорошо блин можно еще знать чтобы пытаться по обшманывать этот замок по максимуму насколько выйдет хотя это конечно вообще будет непросто да если остались тем более баки из предыдущих через плюс из предыдущей версии возвращения дата что ты находишься этажом выше а тебя палят паладины снизу до каким-то макаром к ты открываешь дверь и начинаешь что-то красть попробовать несомненно стоит то что я помню что здесь реально хорошие вещички как бы есть да так вот пожалуйста я за запертой дверью этажом выше да сейчас начну обыскивать сундуки и меня как бы спали давайте знать что сделать давайте 3 х подальше сохранились в еще один слот чтобы на случае провала мы смогли загрузиться но и будем пытаться сейчас по обшманывать начнем заново право справа вправо влево влево справа вправо влево вправо 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 влево вправо влево вправо влево так два куска рыбы 2 жареного мяса яблоко о 5 эссенции маны 23 стрелы 110 золотых кстати неплохой сундук неплохой вроде бы не было криков да типа вор там ты же же в прошлой версии точно помню что была такая бредятина я же блин это было реально нечто о ману плюс один сразу же подняли вообще ништяк то есть просто тупо да блин на другом этаже за запертой дверью еще в режиме подкрадывание они тебя палят начнем справа вправо влево влево вправо вправо влево вправо вправо влево такого похлебка хорошо у святая вода отлично необычный табак с этой ткани на статьи говоря и золотая жерелье да сундуки стоящие конечно стоит того чтобы их по обшманывать это вообще без вопросов и боль там в некоторых комнатах помощи будут такие вещи как там книги различные да тоже кстати говоря нам не помешают точно мне никогда не открыть это без правильного ключа это уже нам ключ нужен так хлеб вино зелье вот учение богу в том 1 давайте-ка прочтем интеллект повысим до по идее опыта может быть там какого-нибудь подымем где там эти учения богов и стоп это получили кстати один из ключей по он должен был быть где-то здесь и конечно все 100 не уверена по моему что такое припоминаю да интересно ходи хлеб печь наверно надо найти реально какую-то именно печку да то что мы пока что находили только плиту а наверно нужно ряда какая-то печка наверно где то есть или что так то вроде бы нет никакого ключа да нифига себе кровать какая крутая да зацените и портрет тетки такое что шишка встанет вообще ну ладно влево вправо 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 вправо да и вправо так сыр смола грубый топор 20 отлично макс и терять зелье понаходили на как раз деле были нужны да то есть мы как раз деле по находили Да, нам бы, конечно, ключи бы типа находить Я точно помню, что они просто должны быть в каких-то комнатах Да, ты будешь так ходить по комнатам Будешь находить эти ключи Ну, а некоторые, конечно же, да Можно будет только украсть Вот здесь, по-моему, должна быть книга Бой в Варантии Или как она там называется Хорошая книга, дорогущая 5000, по-моему, стоит Да, вот, битва при Варантии Вот какой-то, да, вот, пожалуйста Вот какой-то ключ есть Так, вот, битва при Варантии 500 опыта, нифига себе Кстати, а мы уровень подняли сразу Так что ништяк, у нас же 20 ч, обучение Да, хорошо И да, и нашли какой-то ключ Так, вот еще какой-то сумму Сундучок, давайте посмотрим, что за сундучок Начнем заново Вправо-влево, вправо-влево-влево-вправо Вправо-влево-влево-влево-вправо Еще 50 золотых 40 стрел Лечебные экстракты Блин, тут реально хорошие сундуки Я же говорю Просто капец Ну что, теперь как вариант Можно в натуре попытаться Вот эту дверь открыть, да, которую мы раньше не могли открыть Может быть, это от нее мы нашли ключ Я, конечно, не уверен, но А вдруг, да? О, пожалуйста, да, именно от нее мы и нашли ключ Очень хорошо Закрываем Так Что у нас есть тут? Отмычка Отмычка и вот еще какой-то сундучок Ну давайте посмотрим, что за сундучок Начнем заново Вправо-влево 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 Так Битва при Варантии Том 1 Еще экстракты и эссенции Да, мы сейчас взялись и поразмучиваем Так О, нифига себе Еще 500 опыта И мы обучились одноручному и двуручному оружию И того у нас Двуручная Один у нас двуручная, кстати говоря А вот, двуручная 301, одноручная 22 Я понял Отлично Да еще и продадим потом, да, за бешеные доллары Мне никогда не открыть это без правильного ключа Эти книги, кстати говоря, халахаду можно будет вот как раз продать, да Так, отлично Еще один ключ там какой-то нужен Ну там некоторые можно будет находить Я уже там плохо помню Там надо будет эти ключи реально так здорово поискать Я этот момент помню, да Чтобы попасть в эту комнату с Гамезом Там они будут на каких-то крышах Там еще где-то Ну что, давайте проверим, как на все это отреагировал Гаронт То есть, считаю, если я вором или нет, да Если, конечно, не считаюсь, то это шикарно Я... Отлично То есть, меня не спалили Это просто шикарно А мы там все такое обшманали Еще можно пообшманывать в той части, где Энгор Давайте, пожалуй, мы этим и займемся Да, потом, наверное, вернемся в Хориниск К лагерю охотников подаем трофеи В сам Хоринис, да Поговорим с Галахадом, поторгуем с ним Вот, наверное, что-то вот в этом роде Так Вот тут какая-то дверка есть Ну тут, по-моему, как раз тут самозапарно Тут, по-моему, палит вообще Ага Опять-таки нужен ключ, да Печально Ладно, давайте туда наверх Вот, смотрите Давайте-ка закроем Пора подкрепиться Не, он мне надоел немножко Так, можно взять метку Можно взять метку Ну давайте подкрепимся, раз уж так ему приспичило пожрать, да Уже бог с ним Так, и вот тут какой-то сундучок есть, между прочим Сундучок, это всегда хорошо Так Меч, ясеневый лук, 45 стрел Так еще и отличный сундук, да, еще и без отмычек даже открывается А вещи в нем были очень даже ничего Так вот еще куда-то сюда можно пройти, да Я вот тут вот не помню Тут, по-моему, какая-то запарная дверь будет, а По-моему, тут меня всегда палит, когда эту дверь открывал А нет Ну мечи достают, слышите, да, реально слышно, как кто-то мечи достает Я вот этого остерегаюсь очень сильно О, нифига себе, о, водичка, о, вот это реально я рад, что теперь вода реально классная штука, согласитесь Теперь вода просто реально необходима нам, да, для выживания А тут уж сразу четыре бутылки, то есть вообще закачаешься от жажды Теперь, я думаю, не умрем еще долгое время А вот, по-моему, наверху, если где-то так залезть, я вот не помню По-моему, что-то хорошее должно быть Хотя, конечно, я могу ошибаться Я уже так, у меня, ну, меня же как-то смутно так все переплелось, да, все это в памяти Так, ну, пока что, пока что По-моему, должна была быть первая книга Хармонина, если я не ошибаюсь, где-то вот здесь вот А вот ключ, кстати говоря, да, вот, пожалуйста, один из ключей еще мы нашли Так, вот какой-то сундук Вот какой-то сундук Влево-вправо, влево-вправо-вправо-влево Влево-вправо-вправо-вправо-влево Влево, раз, два, три, четыре, влево Влево, раз, два, три, четыре, пять Ух ты, шаровая молния Три огненных шара Стрел, сто, пятьдесят болтов Блин, чуваки, мы неплохо в этом Замке-то Себя чухаем, согласитесь, да, уже сколько всего Понаходили, причем реально классные вещи Находим, согласитесь Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, надо еще вылезти наверх И вот там вот где-то на крыше будет Еще один ключ какой-то, необходимый нам Ну, давайте, может быть, этим как-то уже потом Займемся Потому что там, по-моему, надо сначала с кем-то поговорить И он нам что-то такое расскажет, что он уронил ключ, да И, по-моему, только после этого Там и будет смысл туда идти Хотя, конечно, все стоя уже не помню Ну, вот, по-моему, что-то такое Ну, неважно, да, давайте пока что так все покрадем Тем более, все равно мы по дороге вот какие-то даже ключи находим Как это ни странно Ну, смотрите, тут еще какие-то вещички Сыр Шкуроволка Шнапс Пивко Шкуроволка Шнапс Так Давайте попытаемся все осмотреть Ага Глядишь, что и найдем Ага Тут у нас уже, как бы, все, да Свиток заклинания света Легкая рыба, кстати говоря Там отмычки, по идее, будут Ой, кстати говоря, еще сундучок есть А давайте сейчас посмотрим, что там за легкая рыба Да, сразу посмотрим Блин, я, ну, чуваки, это мы закачаешься по замку побродили Слава богу, они реально этот бах исправили, да, кончены То, что тебя палят в любом случае Теперь хоть реально есть смысл этот сундук Вернее, этот замок обшманывать И, как видим, реально есть и вознаграждение Очень такое, не кислое, да Начнем заново Влево, влево, вправо, вправо, влево Влево, вправо, вправо, вправо Влево, вправо, 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 вправо Влево, ага Луговый борис 50 золотых и еще шаровая молния Ну и, как бы, есть смысл, да Потому что вещички реально классные Так, ну что, тут мы вроде бы Как все осмотрели, да капец игра начинает тормозить хотя вроде бы я уже не перезагружался много моментов какого макарона тормозит так можно еще назад вернуться но мы какой-то ключ нашли то есть теперь по идее мы сможем пройти куда-то куда раньше пройти не могли так это отсюда мы по-моему пришли так и вот мы еще куда-то сюда могли идти правильно или это мы отсюда пришли я учился я не помню с какой-то именно двери мы пришли вот-вот нам сюда да давайте-ка закроем закрывать дверь братан вроде бы никто нас не палец блин еще экстракт лечения были зелень и мы вообще уже время проблему решили да у нас как раз зелень были напряги а вот тут еще какой-то ключ будет да вот пожалуйста еще ключ о уголь кстати говоря а хотя нам нужно будет именно уголь какой-то ты поймаю квестовый судя по всему ну что мы практически все ключи собрали осталось только один украсть у парсиваля да и один у тому помню это на крыше будет хотя я на все стопы таки не уверен так требует у кивина 5 хлебушков 25 золотых тоже хороший сундучок вполне может быть тут надо выпекать хлеба да не нифига интересно где пироги выпекать так у меня мышка что повисла вот слава богу отвисла так где мы где мы еще не были и куда нам нужно бы идти а ой ёлки-палки а там у нас тупик там у нас тупик а куда вы помните маку отошли там было типа как заперто данного типа написала там вот так и так заперто типа да я вот что-то не могу вспомнить может быть сюда тут и чуваки тусуются ну а тут мы могли бы только сюда идти одежда написала что заперто а наверное вот сюда да точно вот сюда можете понашли ключ я понял я понял и мы там были слушайте давайте на натуре попытаемся уже вылезти наверх и забрать еще тот ключ если он там будет где я думаю потому что при себе вроде бы все обыскали все что можно было до кроме как раз того ключа который будет на крыше ну и отлично чего отлично замок полностью об шмоном да то есть осталось только как раз ту комнату с гаммезом но то кстати я помню кажется такой прикол чтобы об окрасе парсиваль а полно нужно как раз 100 ловкости ну опять таки я не уверен но по моему как раз соточка нам и нужно то есть как раз мы ловко сейчас повысим да да сбок денег размутим ловкость повысим и будет нам счастье то есть абак обкрадем его и сможем уже попасть в комнату с гаммезом дай помочь это вот здесь у должен быть ключ я точно не помню где именно но помочь это вот как-то вот так вот то ли здесь то ли где но единственное что опять таки я же может быть такой прикол что надо сначала было поговорить с тем чуваком да а он уже сказал бы типа вот этого обронил это ключ да где-то я уронил а где типа не помню что-нибудь такое наподобие и может быть только после этого ключи появляется но что-то я честно я не вижу ключа но тут мы были да тут мы были тут уже все пошмонали да 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 ясно ну чё то так короче говоря я предлагаю на давайте чуваки мы на этом наш выпуск сегодняшний закончим да а в следующем тогда я в натуре нара телепортанусь телепортанусь в хоринис да поговорю там с галахадом там туда-сюда поторгуюсь да потом поторгуюсь с охотниками вернусь сюда выкуплю горна да ну вот что-то короче говорят что-то как-то так поэтому да такой у нас получился выпуском шманования замка но никуда не денешься вы же сами видите вещи классные просто что у нас практически не было зелий лечения да там маны еще были в принципе уделили лечение у нас уже практически на нуле были теперь смотрите у нас между прочим уже всем таких 11 таких зелиманы насобирали сколько до еды различной магии кстати говоря почему-то шаровая молния вполне неплохая магия до согласитесь треугольных шара то есть принципе магии под собирали общем отлично отлично ну да на этом я пожалуй с вами ребятки попрощаюсь как всегда вам благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока